Матушка природа решила тряхнуть стариной. В ночь с 24 на 25 ноября в Северском районе зафиксированы подземные толчки, приблизительная магнитуда которых оценивается в 4,3 балла. Первый толчок произошел приблизительно в час ночи, чем разбудил многих жителей районного центра, второй случился менее чем через два часа после. Судя по активности в социальных сетях, сильнее всего сейсмическая активность ощущалась именно в станице Северской, однако были и те, чей крепкий сон стихия не нарушила. Мы не паниковали, я один из всего семейства только услышал, но мне может показалось, как хлопок был, не хлопок, может я ошибаюсь, но так тряхануло разок. А жена вообще не услышала. То есть нормально все было? Ничего, не испугались? Хорошо. Ну в основном перепугались, конечно, люди. Паники не было? Ничего такого? Паники, я думаю, не было. Все же спали, не поняли просто. Но желательно было, конечно, предупредить людей. Значит, я в это время как раз не спала. Это было час 55 ночи. Сначала свет был включен, в доме все хорошо, я видела. Был вот как бы хлопок и сразу толчок. И что еще было? Ну, сильно задорожали огна, прямо как бы рамы стали сжиматься. Ну и, в общем-то, все соседи проснулись, все вышли. Потом мы зашли в интернет за информацией от социальной сети. Люди также переживали с Ильской, с Азовки. Вот там тоже сильно чувствовали землетрясение. Ну и все. Нас особо это и не надолго разбудило. Уже потом утром стала в Одноклассниках смотреть, а там землетрясение, землетрясение. Я была удивлена. Не так сильно чувствовались эти толчки. Вот впечатление было, как будто по крыше кот побегал. И все. После второго толчка в мессенджерах и в социальных сетях начала распространяться информация о третьем, более мощном толчке, который должен был произойти в 6 утра. Однако сильных сейсмических возмущений не зафиксировано. На данный момент сейсмическая активность в регионе оценивается как стабильная. Повторных толчков не предвидится. В любом случае гражданам советуют не руководствоваться слухами. Всю необходимую информацию в случае происшествия предоставит МЧС и единая диспетчерская служба. Ночью 25 ноября 2018 года в районе села Львовское Северского района на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. В поселениях района, где ощущались колебания почвы, были созданы оперативные группы для обследования на предмет возможных повреждений. В результате землетрясения жертв и разрушений нет. В ЕДДС района поступило около 600 звонков от населения. Всем даны разъяснения по поводу сложившейся ситуации и о порядке действия. На официальном сайте районной администрации и в соцсетях размещена информация о происходящих событиях. На данный момент сейсмоактивность находится в норме. В дальнейшем, в целях недопущения паники и в случае какого-либо происшествия, связанного с угрозой жизнями людей, прошу звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу Северского района по телефону 254-20 и 246-40. Многих граждан обеспокоил тот факт, что непосредственно перед самим землетрясением не поступало никакой информации. Не были включены системы экстренного оповещения, однако, по словам сотрудников единой диспетчерской службы района, ситуация находилась под контролем профильных служб. Система оповещения не включалась по тому поводу, что режим ЧС не вводился и поврежденных зданий и соцобъектов не было и погибших, слава богу. Ну, администрации муниципального образования были созданы оперативные группы по объезду населенных пунктов, где были слышны эти толчки. Не зафиксированы были повреждения. Конечно, была паника у людей. Ну, доводилась информация, что паниковать не надо, и сейсмоактивность на тот данный момент после толчков находилась в норме. Землетрясение слабой магнитуды вблизи молодых горных массивов, таких как горы Северного Кавказа, дело, если непривычное, то вполне объяснимое. В любом случае, последние события не повлекли никаких серьезных последствий, так что жителям района можно спать спокойно. Вопрос работы здравоохранения в Северском районе один из самых актуальных. Глава муниципалитета Адам Жарим регулярно лично посещает медицинские учреждения, проводит приемы в амбулаториях поселений района, общается с пациентами и персоналом, на контроле у главы и наличие необходимых лекарственных препаратов. 22 ноября по поручению главы района съемочная группа выехала в районную больницу с целью посещения всех ее отделений. Первая на очереди – акушерское отделение Северской ЦРБ. В палатах и коридорах чисто. Несколько раз в день проводится влажная уборка. У нас происходит влажная уборка помещений, пола и три раза в день. Влажная уборка включает в себя мытье полов, протирка пыли и всего остального. После выписки пациентки в палате проводится генеральная уборка с дезинфекцией и с подключением к бактерицидной лампы. Плановая смена постельного белья проводится в отделении один раз в три дня. Кроме того, белье меняется каждый раз, когда в этом возникает дополнительная необходимость. Постельное белье мы получаем из прачечной. Происходит выдача постельного белья сразу после родов в женщине. Белье меняется по мере загрязнения и раз в три дня. Далее наша съемочная группа совместно с помощником главы Давидом Гушарашвили отправилась в хирургическое отделение. Хотел бы узнать, как у вас отношение к нашей медицине, чистота, обеспеченность лекарствами, белье выдают ли вам тут, либо с собой привозите, какие замечания у вас есть, какие предложения есть, что бы хотели изменить. Личный персонал, все профессионалы, работники своего дела спасают жизнь. Как вас тут лечат, как вам относятся, все ли лекарства вам, какие положено дают, ну то есть процедуры, за чистоту я хочу знать ваши отношения и как все проходит. За постельное белье, как часто меняют, приносят ли чистое, грязное, какие вообще есть замечания, пожелания, предложения. Замечания, мне тут все нормально. Спасибо. Внимание уделяю. Отношения хорошие. Очень хорошие. Лекарства все. Вот постельное белье вы с собой принесли? Нет. Это от больничного. Да, конечно. Меняют его, да? Да, да. Ну вот утром поменяли, честненькое, все приятно. Как в палате у вас тут убираются? Каждый день. Помощник главы посетил как мужские, так и женские палаты. Все нормально, врачи приходят и вечером, и утром, и днем заходят, так что страшно. Очень внимательно. Очень хорошо. Вежливые все. И нянечки все вежливые. И нянечки все замечательные. Без письма не оставляют никого. Все хорошо. Постельное белье, это вы свое привезли? Нет, это все вежливое. Меняют. А моют три раза в день. Здесь очень хорошо. Вот другой раз надо давление померить, или что, пожалуйста, все. И терапевта вызывают, и терапевт приходит сюда. В поликлинике помощник главы поинтересовался у жителей, как оказывается медицинская помощь обратившимся, наличие необходимых лекарственных препаратов и качеством уборки в больнице. Порядок идеальный. Замечаний никаких. Я вот те доктора, к которым я обращаюсь, с кем я встречаюсь, все надлежащим образом они ко мне относятся, все нормально. Уважаемые жители Северского района, если у вас есть вопросы или предложения, касаемые организацией здравоохранения и оказания медицинских услуг, вы можете обратиться по телефону горячей линии администрации 8 861 66 2 17 82 либо обратиться к помощнику главы Давиду Гушарашвили 8 988 557 10 44 Представители комитета по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности встретились с жителями Северского района. Такие встречи имеют свою целью оказание помощи жителям, столкнувшимся с несправедливым отношением к себе или к своим близким. Проходят приемы еженедельно в разных поселениях. 21 ноября со специалистами комитета встретились 12 жителей нашего района. Несмотря на то, что прием сопровождался обсуждением серьезных и зачастую сложных вопросов, встреча началась с приятного момента – награждений. Благодарственными письмами комитет отметил работу коллектива телерадиокомпании «Атаман». На приеме рассмотрели такие вопросы, как ремонт дорог, газа и водоснабжение в отдельных населенных пунктах, признание аварийности жилого дома, наследование, оплата жилищно-коммунальных услуг и другие. Атмосфера доброты, душевности и взаимопонимания царила на открытии прикладной выставки «Золотые руки. Открытые сердца», приуроченной ко Дню матери. В выставочном зале Северского историка Краеведческого музея собрались и те, кто творит своими руками, и те, кто ценит работу творческих людей. Взаимный интерес стимулировал собравшихся к новым идеям и творческим союзам. Творческий человек в обязательном порядке должен получить признание. И когда он слышит оценку, а как правило оценка очень высокая, это его в обязательном порядке заряжает, он продолжает творить, пробовать себя в каких-то других новых техниках. Так что у вас сейчас есть возможность познакомиться с друг с другом, обменяться телефонами, возможно, какими-то другими адресами в интернете и так далее. Общайтесь, знакомьтесь, перенимайте друг у друга секреты. На выставке представлены работы в стиле скрабукинг и декупаж, текстильные и фарфоровые куклы, вязаные вещи и игрушки, вышивка и валяние и шерсти. Чтобы продлить ощущение праздника и почувствовать зимнее волшебство, сотрудники музея пригласили гостей в фотозону «Скоро-скоро Новый год». Выставка «Золотые руки. Открытые сердца» продлится до 28 декабря. Посетить ее может каждый, кто интересуется рукодельным искусством. Евдокия Бершанская, Екатерина Великая, Александр Суворов. Одно из этих имен будет присвоено нашему аэропорту. Проголосуй, Краснодар. Конкурс «Великие имена России». Время признаний. В египетском луксоре археологи открыли недавно найденный саркофаг. В нем находится хорошо сохранившаяся мумия египтянки. Она жила во времена 18-й династии фараонов примерно 3,5 тысячи лет назад. Исследователи также обнаружили еще одну гробницу. «Мы нашли боковую камеру, запечатанную глинобитными кирпичами. Мы открыли проход и обнаружили два почти неповрежденных деревянных саркофага. Они в отличном состоянии. Даже роспись сохранилась. Мумии внутри тоже в идеальном состоянии». По мнению археологов, возраст самой гробницы примерно 4 тысячи лет. Вероятно, ее использовали повторно. Найденные саркофаги сделаны при 25-й или при 26-й династии фараонов, которые существовали примерно 2800-2500 лет назад. В одном саркофаге находится мумия служителя храма Омона. В гробнице также обнаружили пять погребальных масок и тысячи статуэток у шепти. Эти ритуальные фигурки хоронили вместе с человеком, чтобы в загробном мире они работали вместо своего хозяина. На стенах и потолке гробницы сохранились росписи с изображением древнеегипетских фараонов. В Луксоре находится множество исторических архитектурных памятников, включая Луксурский храм и аллею сфинксов. На другом берегу Нила есть некрополис с гробницами фараонов и знатных египтян. Редактор субтитров А.Семкин